Продолжение следует... И чтобы с каждым годом это все улучшалось в геометрической прогрессии. Рад вас приветствовать на сегодняшнем вебинаре. Надеюсь, у всех сейчас, кто видит эти кадры, есть еще ощущение приятное новогоднее хруста снега, подарков, елок и прекрасных, так скажем, украшений, которые украшают наши дома, города. Потому что чувствуется, что Новый год уже близко, что-то новое, что-то чудесное, что даст нам новые возможности. Но у нас сегодня речь, конечно же, пойдет о транспорте будущего, о транспорте, который меняет наш мир. И проект, который реализовали люди, более 500 тысяч человек с 220 стран мира, стран регионов. То есть, представляете, весь мир объединился, чтобы сделать наилучшие технологии для всей планеты. И не только для самого человечества, но и для, так скажем, с пользой для остальных окружающих нас существ. Ведь наша флора и фауна тоже живая, и мы на нее очень серьезно влияем. И эти 500 тысяч человек за несколько лет создали огромную компанию, группу компаний, которая может изменить ход истории человечества, а именно сдать экологический транспорт, инновационный, с потрясающими мощностями и скоростями, с новой логистикой в наши существующие города и в новые города. И данный проект уже на финальной стадии развития, на 14 из 15 этапов. И получается, что сейчас уже, даже при том, что мы не завершили еще 15 этап, и компания еще как бы находится в состоянии проекта, но некоторые страны уже начали строить наши транспортные пути. Как минимум есть 4 адресных проекта. И я уверен, что очень-очень скоро мы получим новую информацию официальную о том, насколько расширился, так скажем, список наших адресных проектов для компании струнного транспорта. И, конечно же, за один час у меня не получится передать вам абсолютно все информации, поэтому, дамы и господа, развивайтесь, интересуясь. Конечно же, в самоизучении будет большая польза. И одно из видео, которое вам очень серьезно опишет, как в последние годы и, так скажем, какие направления взяла на себя компания струнных транспортных технологий, и насколько успешно мы со всем этим справляемся. Поэтому вот это вот видео и интервью с Анатолием Юницким об итогах в 2021 году, пожалуйста, посмотрите, изучите, и вы будете знать очень много деталей, чтобы понять, насколько все-таки серьезна и большая эта компания и эта технология. Конечно же, если зайти на YouTube и на канал Анатолия Эдуардовича Юницкого, вы найдете там множество потрясающих видео, где Анатолий Эдуардович, как ученый, понимающий, как работает, можно сказать, наша технология и наша биология, понимает и изобретал технологии для того, чтобы мы могли с нашей природой жить в полной гармонии, так скажем, в полной радости и, главное, сообща, чтобы мы не вредили друг другу. Поэтому, так скажем, о транспорте будущего можно изучить из работ Анатолия Эдуардовича Юницкого. Ведь с помощью его технологий эко-мира мы сможем действительно стать космической цивилизацией, потому что у него технологии разработаны на сотни лет вперед, и они комплексные. То есть не только какие-то отдельные сферы, а именно комплекс. И техногенная цивилизационная развилка, одно из, так скажем, видеообращений с полным четким описанием, что же будет происходить с нашей планетой, какой выбор сейчас стоит перед человечеством. То есть для нас сейчас очень-очень важно, чтобы мы сделали правильный выбор, увидели, какое влияние мы с вами несем на окружающий мир, и чтобы мы могли хоть как-то на это влиять. Поэтому именно с экологическими технологиями мы сможем менять положение на планете, потому что экологические технологии не будут расшатывать нашу прекрасную планету. Я, так скажем, она будет гораздо более спокойная и сможет давать нам гораздо больше с минимальным вредоносным, так скажем, выхлопом. Но это не всё, потому что нужно рассматривать технологии Анатолия Эдуардовича в, так скажем, в общем, в общей структуре. Ведь транспорт — это одна инфраструктура, вот, но есть же ещё и города, и дома, электроэнергетика. И по всем этим вопросам Анатолий Эдуардович провёл огромные исследования, сделал очень-очень много изобретений. И сейчас мы по его работам видим, что есть конкретный план на столетие, на столетие, как нам двигаться, куда нам двигаться, как развиваться, какими технологиями мы сможем себя обеспечить на ближайшие тысячи лет. И это предлагает нам Анатолий Эдуардович Веницкий. Поэтому, дамы и господа, очень прошу вас, зайдите на YouTube, напишите Анатолий Юницкий и посмотрите его видео. Зайдите на сайт unitsky.engineer, где вы сможете увидеть его работы за ближайшие 40 лет его жизни. Потому что этот человек уделил действительно огромное количество времени для того, чтобы сделать этот мир гораздо чище, гораздо лучше, гораздо приятнее. И вот такие города, жилые кластеры, которые полностью обеспечены. Представляете, город, который никак не зависит от окружающей среды. В смысле, от окружающего этого города пространства. Неважно, где он находится, он полностью может обеспечить себя водой, электроэнергией, теплом, питанием и всем-всем, чем ему нужно для продолжительной здоровой жизни. То есть, вот с помощью подобных технологий, автономных, ведь до какой степени развились все-таки наши технологии, мы сейчас с помощью наших компьютеров, с помощью наших искусственных интеллектов, с помощью закладывания определенных алгоритмов можем забрать от человека огромное количество вредного труда, опасного труда, рутинного труда. Ведь мы же творцы. Для нас необходимо креативное движение, креативная работа. То есть, создавать, творить. И с помощью автоматических, закрывающих технологий мы сможем этого достичь. Освободить себе время, сделать так, чтобы все для нас необходимое двигалось и работало. А все, так скажем, рутинное и неинтересное, что может сделать наши роботы, какие-то машины, системы, то пускай это они и делают, а мы будем с вами наслаждаться этой жизнью и продолжать эволюционировать, так скажем, идти по движению своего пути души. Конечно же, будет очень интересно посмотреть очень кратко, мне кажется, 24 минуты, но это запись, выступление, точнее, специальное выступление для международной конференции ГИТЭКС, которая проходила в Арабских Эмиратах, в Дубае, где Анатолий Эдуардович Юницкий представил, так скажем, максимально просто и наглядно, так скажем, в цифрах и формулах, что есть наш физический эквивалент, как мы сейчас передвигаемся и развиваемся, и что происходит с учетом нашего развития в 21 веке, когда так много людей с обычным транспортом, и что предлагает Анатолий Эдуардович. То есть он полностью, можно сказать, на пальцах объясняет, как струнный транспорт может изменить мир в лучшую сторону. Поэтому стоит только поинтересоваться, и вы увидите, насколько гениален этот человек, и как много пользы он может принести этому миру. Конечно же, следите за новыми рекордами UST, и вы сможете увидеть, например, уже такой более приятный вариант на сайте unitsky.com, как наш салон продаж, то есть, скажем, дума, государство может прийти на этот сайт и уже заказать себе определенные транспортные средства, ознакомиться с перечнем услуг, с каким, так скажем, что мы можем построить, какие характеристики у наших транспортов, у наших трасс, и уже связываться насчет, так скажем, нового адресного проекта. Это, конечно, очень интересно увидеть, так что unitsky.com и ust.inc. Пожалуйста, заходите, смотрите, как развилась такая прекрасная, огромная компания, так скажем, ведь это компания, которую создали люди, компания, которая сделана обычным народом специально для себя. И именно этот народ и будет, так скажем, совладельцем прекрасного транспорта, который конкретно нацелен на то, чтобы изменить этот мир, потому что он даст невероятные возможности абсолютно всем окружающим на этой планете, как людям, так всей флоре и фауне. Меня зовут Артем Курбанов, и я всю жизнь старался и учился делать этот мир лучше, так скажем, повышать и расширять свои возможности. И поэтому в какой-то момент, видимо, судьба меня привела именно к Юницкому, к человеку, который спасает всю планету, который понимает, что происходит с ней с разных, так скажем, положений в разных сферах и не дает ей дойти до точки невозврата, когда мы не сможем уже восстановить нашу экологическую систему и не сможем спокойно, здорово и счастливо, гармонично жить на нашей прекрасной планете, в нашем общем доме. И именно этот ученый объединяет большинство, огромное количество людей, активистов с разных стран и регионов мира, эко-деятелев, так скажем, людей, которые верят в свои силы, чувствуют, что они могут гораздо больше не только делать благо для своей семьи или для своего города или для своей страны, но для всего мира, для всего живого, не только для человечества. И узнав о том, как Анатолий Эдуардович видит мир, как много он сделал, я понимаю, что мне это абсолютно подходит, мне это абсолютно откликается моей душе, моей совести, то, что он делает, то, ради чего он делает, и то, что, так скажем, ему необходима помощь для того, чтобы сделать такое большое переломное дело на нашей планете, конечно же, стоит объединяться и сделать это вместе, помочь. Тем более, что с помощью подобной компании, как SkyWorld Community, точнее, именно с ней, потому что только SkyWorld Community работает напрямую с Анатолием Эдуардовичем Юницким сейчас, именно с этой компанией мы можем удовлетворить абсолютно все побуждающие факторы, которые вы сейчас видите на вашем экране. Потому что здесь у вас есть возможности и заниматься созидательной деятельностью, и знакомиться с новыми людьми, и обмениваться контактами, и обмениваться знаниями, получать новые знания, создавать какие-то что-то большее в вашем бизнесе, в ваших возможностях именно международных, потому что больше полумиллиона человек из 220 стран мира. Именно так работают наши компании, так скажем, которые развиваются с помощью народного финансирования, потому что именно эти компании могут делать, так скажем, сарафанное вот это радио настолько эффективным, и любой проект, который где бы ни зародился, но через интернет запускается, он сразу же становится международным. То есть сразу же много людей по миру могут знать, что, о, здесь какая-то классная идея, какой-то потрясающий продукт, либо какая-то услуга. То есть есть что-то полезное для мира, для людей, и именно потому что это полезно, это и расходится по всей планете. Потому что неполезные проекты, они не набирают никакого количества людей, которые в это верят, потому что это неинтересно, неполезно, неразумно. А здесь, именно в SkyWorld Community, вы увидите, насколько серьезно развита технология уже сейчас, на 14 этапе. И не зря первые адресные проекты уже строятся. То есть все, что вы видите на экране, действительно можно улучшить и достичь в компании SkyWorld Community. Потому что вместе мы занимаемся наилучшей деятельностью. И кому бы как ни нам заниматься этим, ведь человек и человечество сейчас одна из самых мощнейших сил на этой планете. Мы самые влиятельные, хотя, дамы и господа, мы всего лишь один из 12 миллионов видов живых организмов. То есть в наших силах сейчас лежит очень многое, и мы невероятно влияем на эту планету. Конечно же, не просто так. Сами мы вроде небольшие, есть животные, например, даже гораздо крупнее нас. Но откуда же у нас такое влияние? От нашего интеллекта и от нашего детища. От технологий, от техногенной сферы. То есть от тех технологий, которые мы изобрели, и которые живут, работают, съедая какой-то ресурс, какое-то топливо нашей планеты. Но тем самым мы можем делать очень многое. Мы создаем большие лайнеры водоплавающие по 100-200 метров, либо летаем. То есть как много человечество смогло сделать. Но на нас лежит самая большая ответственность. Ведь именно мы можем сделать из этого планеты рай, а можем сделать ад. И поэтому, дамы и господа, у нас сейчас, как никогда раньше, в руках именно эта, так скажем, суперсила сделать из нашей планеты рай. Потому что я видел райские места на нашей планете и чувствовал себя как будто в раю. То есть я понимаю, что это может быть здесь. И огромное количество, сотни тысяч человек думают так же. И вместе мы сейчас с помощью интернета, объединившись, делясь информацией, так скажем, делясь правдой и пониманием, сейчас мы можем сделать действительно эти огромные изменения вместе. Притом народное финансирование это тоже технология определенная, которую придумали люди. То есть мы с вами можем улучшать этот мир всякими разными способами, но объединяясь. Вся главная сила в том, что мы можем объединиться и вместе сделать такие потрясающие дела. Конечно же, мы это тоже делаем с нашими технологиями. Наша эволюция проходит с нашим технологическим развитием. И каждая технология новая, серьезная такая, которая меняла нашу жизнь, ознаменовала новый технологический уклад. Именно с помощью, например, появления электричества мир изменился до неузнаваемости. И мы смогли, так скажем, с помощью электричества и автоматизироваться, и сделать яркой ночь, и работать, и трудиться, отдыхать, и перемещаться уже не только днем, но и ночью. Конечно же, четвертый технологический уклад внес огромные изменения в нашу планету. Но это, так скажем, принесло огромную-огромную пользу в какой-то момент для развития. Ну и особенно, так скажем, пятый технологический уклад, он принес нам самую большую пользу, потому что это тот мир, в котором мы живем сейчас. Это тот мир, который делает, так скажем, наш мир настолько чудесным и безграничным по возможностям. Но это все цифра, виртуальная реальность, гаджеты, интернет. То есть все, что связано с информацией, перемещается очень быстро. Мы звоним за секунду, так скажем, хоть на другой континент, по видеосвязи, через спутники можем разговаривать с противоположной стороной шара земного. Либо деньги пересылаем за секунды со счета на счет в другую страну. То есть можем гигабайтами в секунду пересылать, но это все цифра. Мы же с вами, как и наше питание, как и наши друзья, как и наш дом, это все физическое. Поэтому, как бы ни развивались цифровые технологии, у них движение в кибернетизацию, подключение в матрицу, короче говоря. А если мы не забываем о том, что мы живые, мы физические, то нам, конечно же, необходимо заботиться еще и о физических технологиях. Поэтому перемещение именно грузов и пассажиров, а не информации, сейчас осталось на очень-очень отдаленном месте от размера потребностей пассажиров. То есть, понимаете, дамы и господа, нам необходимо, получается, ускориться, чтобы успевать гораздо больше. Потому что в 21 веке, при том, что у нас этих технологий очень много, наши компьютеры и искусственный интеллект развиты уже достаточно высоко. То есть, сейчас главное правильно применить эти технологии, и именно не забывая о том, что можно применять только экологические технологии, которые не будут вести нас еще дальше к точке невозврата. Просто именно с перемещением в новыми скоростями, новой логистикой, экологией при этом и полной безопасностью, с транспортом, который мы можем объять абсолютно любые регионы нашей планеты, именно с подобным транспортом, который будет самым экономичным из всех существующих. Именно такой транспорт и создаст революцию в технологиях, в экологии и в понимании сознания людей. Потому что то, чему учит и куда ведут технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого, это наилучший мир. Действительно. И чем больше ты изучаешь его, как, например, вы можете сделать на сайте unitsky.engineer, именно там вы поймете, насколько все-таки глубоко этот человек понимает этот мир, насколько он много времени вложил и усилий в том, чтобы дать всему человечеству технологии, с которыми можно жить долго, можно жить счастливо и при этом, так скажем, иметь абсолютно все блага, которые на данный момент имеют люди, даже более того. Ведь у Анатолия Эдуардовича есть технологии и электроэнергии, вакуумного стекла, разработка гумуса, эко-дома, которые сами себя обеспечивают, эко-города, линейные города, эко-поселения, и даже вынос вредной индустрии в ближний космос и оставление на поверхности планеты только экологических технологий. Земля для жизни, а космос для работы. То есть в такую сторону идет это движение, и стоит только поизучать, и вы действительно не сможете оторваться от того, что это реальные технологии. То, что реальный ученый с серьезным именем может сделать такое, причем он 40 лет уже пытается продвинуть. К сожалению, нефть эра очень крепкая, поэтому впускать настолько экологические технологии, и именно так, как делает Анатолий Эдуардович, ведь сделано все на совесть, все технологии, все, что он делает, они будут работать долгие-долгие-долгие года, без всяких там запланированных устареваний, как сейчас модно для у всех бизнесменов и производителей всяких разных устройств. Но, тем не менее, мы имеем такой мир, какой имеем сейчас, и перед вами компании, которые когда-то начали, они были необходимы, и поэтому они сейчас гиганты. Только мы разговариваем с вами о физическом эквиваленте транспорта, транспортная инфраструктура. Транспортный бизнес является одним из самых дорогостоящих и крупных бизнесов в мире. Поэтому перед вами, даже с такой огромной капитализацией, как вы видите, в тысячи процентов, если не в сотни тысяч, 100 долларов за 18 лет, то есть кусочек компании, который стоит 100 долларов, компании Alibaba, сейчас стоит больше полтора миллиона. Представляете, насколько увеличилась значимость и стоимость этих компаний. Так вот, представьте, все эти компании будут гораздо меньше, чем та технология, которую мы сейчас так успешно развиваем. Ведь мы уже на 14 из 15 этапов развития, дамы и господа. Мы можем сделать революцию. И именно народ только может сделать эту революцию, потому что именно народ и пользуется в большей степени подобным транспортом. Нам нужно, чтобы он был безопасный, чтобы он был быстрый, чтобы он был экономичный, чтобы он был где угодно, и мы могли спокойно перемещаться на длительные расстояния. А нам сейчас скорость 600 километров в час с полной безопасностью, конечно же, очень необходима. Это как раз под необходимостью человека 21 века. Но это как раз, дамы и господа, кроме спасения мира, это огромный ключик к тому, чтобы народу передать мощь, возможности продвигать подобные технологии, подобные активности, улучшать этот мир самостоятельно как народ, без крупных государств, без корпораций, без всяких банков. А делать это самостоятельно, улучшать этот мир, потому что именно мы в большинстве и пользуемся. Не те, кто управляет нашими государствами, а сам народ. Поэтому именно народу, как единому организму на всей планете виднее, получается, куда необходимо инвестировать, вложить свое время, свои знания, свое внимание и получить наилучшие возможности для себя, для своих близких и для будущих поколений нашего человечества. Конечно же, оставив вокруг нас всю флору и фауну, чтобы она также процветала. Процветала, радовала глаз и, так скажем, радовала, гармонично процветала рядом с нами. И этот транспорт, который вы видите, это реальная фотография. Вы, так скажем, смотрите как будто в будущее, но на самом деле это настоящий транспорт. На четырех видах транспорта, который вы видите, я катался лично, собственно, с собственным телом, опробовал это на себе, и это действительно фантастически. Только с этой фотографией катался даже на больших. И уже более десяти тысяч человек почувствовали, как это перемещаться в струнных транспортных системах. И это действительно абсолютно экологичная технология, которая не имеет никакой вредной, так скажем, никакой вредоносного направления для флоры и фауны. Ну, так же, как и для человека. То есть там, где проходят подобные трассы, не будет никакой аварийности, не будет излишнего шума, не будет никаких выхлопов. То есть это абсолютно экологически чистая технология, которая может проходить где угодно. И это часть инфраструктуры, которая, конечно же, свяжет новые города, но также эта технология придет и на, так скажем, помощь в существующие города. Особенно там, где не могут позволить вообще никакой транспорт, потому что с учетом его экономичности его можно будет построить финансово в абсолютно любом уголке нашей планеты. Ну и, конечно же, в крупных городах это ведет огромной пользы. Ведь тот транспорт, которым сейчас мы пользуемся, и в большей степени главным, это автотранспорт, он является самым опасным видом транспорта на нашей планете. Более полтора миллиона жизней в год забирает автотранспорт и более десяти миллионов делает инвалидами ежегодно. Этот же транспорт струнный второго уровня, в две тысячи раз безопаснее, потому что не может быть бокового столкновения у него, так скажем, не могут быть лобового столкновения. Все частички, все системы, каждое транспортное средство, каждая анкерная и промежуточная опора, все объединено вместе, работает как пчелиный рой, как пчелки, трудяги совместно будут делать полезную работу для человека абсолютно автономно и безопасно, а человек в этом время будет свободен. Никакого человеческого фактора практически. То есть человек во все время, что едет, он просто отдыхает. Либо наслаждается музыкой, либо смотрит в окно и наслаждается красотами нашей прекрасной природы, либо работает, учится, общается с друзьями. То есть все возможности во время перемещения с помощью подобной технологии, оно освободит для людей огромное количество времени и здоровья, потому что это будет гораздо безопаснее, это принесет огромное изменение. За сто лет только посчитайте, как много это будет. Это спасем как людей, которые, так скажем, как в войнах потеряли во многих, а здесь, так скажем, эту часть людей мы сможем сохранить только из-за того, что поставили более безопасный и, так скажем, абсолютно безопасный вид транспорта плюс с полной экологией. И с помощью подобных трасс мы сможем заменить и водный транспорт, потому что его можно будет проводить под водой, например, между континентами. Юницкий Анатолий Эдуардович давно рассказывал и показывал еще в 89-м году, если не ошибаюсь, 20 лет назад, более 20 лет назад, он представлял уже, как будет происходить перемещение в фар-вакууме, то есть, как мы можем передвигаться со скоростью до полторы тысячи километров в час. И перемещение даже между континентами он уже, так скажем, предлагал, и это одна из технологий, которую, я надеюсь, мы все вместе с вами успешно также разовьем, так скажем, после, так скажем, после завершения нашего проекта сейчас струнного транспорта. И я думаю, что следующее это будет энергетика, энергетика нового поколения с помощью бурых углей и сланцев нашей планеты и микроорганизмов с получением гумуса и чистой электроэнергетики, которой, как говорит Анатолий Эдуардович, нам хватит более чем на 5 тысяч лет. Конечно же, и аэропорты с нашими самолетами, их можно будет заменить, их можно будет заменить, потому что нет необходимости использовать настолько неэффективный транспорт, если мы имеем более эффективный и менее вредоносный по всем своим направлениям. То есть, с помощью подобных технологий, как струнные технологии, мы сможем перевести все транспортные отрасли в более разумный режим, прийти сначала на помощь, а потом, конечно же, просто заменить, как необходимость, как когда-то смартфоны заменили наши пейджеры. И, конечно же, самое главное, это транспорты первого уровня. То есть, транспорт первого уровня, он внесет самую большую нагрузку на человечество, на флору и на фауну, потому что именно этот транспорт первого уровня, он забирает наше пространство. Самое простое и самое приемлемое для того, чтобы жить. Именно с помощью первого уровня развивается наша, так скажем, наша жизнь на поверхности планеты Земля. Там находится все живое, там находится наше питание, там живем мы. И там же, к сожалению, но помещен самый главный убийца, так скажем, в нашем 21 веке. Это автотранспорт. Это, так скажем, самая большая беда сейчас, потому что все эти и железные дороги, и автодороги, они покрывают невероятно, невероятную, так скажем, невероятный объем, поверхность, площадь нашей планеты. Это удавки, которые перерезаны, так скажем, наша живая, прекрасная планета Земля. И, конечно же, и для флоры, и для фауны, и для человека это приносит огромный вред и представляет огромную опасность. Ведь, например, только автодороги, это более пяти площадей Великобритании, закатанной под асфальт. И они действительным образом не дают ни кислорода, никаких плодов. То есть, всю эту часть Земли можно будет изменить. Можно будет снять эти дороги за их необходимостью. То есть, не будет необходимости, и они нам не будут нужны, мы их сможем снять, поставив вдоль самых важных путей наши струнные системы. И с помощью струнных систем завести туда наш гумус, чтобы всё это дело как можно скорее восстановить и сделать эти земли плодородными, чтобы они снова начали давать, так скажем, пользу именно тому, что есть живое. И именно мы можем с вами это сделать, дамы и господа, потому что мы самые влиятельные существа на этой планете. И именно мы можем сделать из этого мира, так скажем, тот самый рай, в котором хотелось бы жить и нам, в котором бы хотелось, чтобы жили наши будущие потомки. Конечно же, транспортно-инфраструктурные отрасли это огромная-огромная часть нашего мира. То есть, это действительно транспортная отрасль. то есть, я когда-то, еще лет семь назад, никогда бы, наверное, не подумал, что когда-то буду развивать новый вид транспорта. То есть, такого в мыслях не было, что можно поменять что-то настолько фундаментальное. Но когда я узнал о технологиях Анатолия Эдуардовича, когда я понял, насколько серьезный этот человек, насколько много он сделал за свою жизнь изобретений. То есть, как он эту нашу планету видит, насколько он видит ее живой, насколько с уважением относится к нашему прекрасному дому и действительно делает огромную работу для того, чтобы она, так скажем, уменьшалась успехом, чтобы жизнь человечества уменьшалась успехом на этой планете, чтобы мы получили абсолютно полное развитие, столько времени, сколько нам необходимо, освоили климат, дали вот эти скорости перемещения, развития, эти революционные моменты. И это все вложено в философию Анатолия Эдуардовича. Он выбирает только лучшее, только самое полезное, очень разумное использование материала, пространства. И вся серия его технологий, она, конечно, поражает. Как один человек мог, во-первых, так много изучить в своей жизни, чтобы понимать это, так еще и изобрести настолько много технологий, которые действительно в комплексе на сотни лет дадут абсолютно новую форму проживания на этой планете. И действительно, этот человек делает самые оптимальные, эффективные и безопасные системы. Более 150 изобретений он создал, написал более 20 монографий, несколько грантов ООН, и, конечно же, его главная, так скажем, технология ОТС и КИО, это вредно, общепланетарно-транспортное средство, вынос в вредоносной техногенной сферы в ближний космос, и, так скажем, переведение нас в космических существ, так скажем, чтобы мы смогли пользоваться пространством не только на нашей планете, но и вокруг нашей планеты. Брать ее безграничные пространственные ресурсы, материалы и чистую энергетику от нашего Солнца и, возможно, какие-то другие. То есть, как минимум, там есть очень много пользы, новые технологии можно будет так скажем, и изобретать, и использовать, потому что там есть такие характеристики, так скажем, как вечный вакуум. Так скажем, множество, множество технологий данный человек действительно довел до уникального уровня. Когда ты понимаешь, изучаешь, что продумано все, но тем не менее этот человек продолжает работать над своими прекрасными технологиями. И рядом с ним, с такой командой, которую нам вместе удалось собрать за последние шесть лет, это почти тысяча специалистов. Возможности нашей компании выросли до невероятных масштабов, потому что мы сейчас можем делать уже и даже сторонние заказы, и делали уже такие, как электромобили, причем на очень-очень высоком уровне. Ведь у нас есть уже три завода полностью обеспеченных с потрясающим станочным парком, некоторые станки по полмиллиона долларов, и, так скажем, работа в виртуальной среде. Короче говоря, это вышка. Мы создаем продукцию сейчас, которая не проще самолета, хотя по факту могли бы и какие-то космические корабли, наверное, с учетом знаний Юницкого тоже делать, но на всему свое время. Ведь сначала нам необходимо самое актуальное, самое земное, самое простое и самое понятное. Это именно транспорт. И главная задача, дамы и господа, всего этого проекта, это профинансировать данную технологию, сделать так, чтобы она, эта технология, получила возможность выйти в свет. для этого ее нужно сертифицировать. То есть для того, чтобы ее кто-то построил, для того, чтобы кто-то взял подобный проект и разработал с нашей компанией, должны быть характеристики, то есть, скажем, доказанные сертификаты, что эта технология соответствует своему назначению, что эта технология, так скажем, ее характеристики все подтверждены, ее долгосрочность, всякая цикличность определенных узлов, то есть, что все это выдержит многие года, и причем в разных климатах, это все необходимо сертифицировать. И именно для этого необходимо финансирование, чтобы все это построить, испытать, проверить, продемонстрировать и просертифицировать. И именно после сертификации у нас появляется возможность строить подобные транспортные системы в разных уголках планеты. И именно сейчас уже у нас достаточно сертификатов за 14 этапов, что некоторые страны, то есть, 4 как минимум адресных проекта, от которых у нас есть официальные новости, они уже строятся, потому что именно уже то, что есть даже хотят некоторые, видимо, правители в своих регионах поставить, поэтому первые адресные проекты уже пошли. Это значит, что отсчет до первых дивидендов для всех совладельцев данной технологии, кто поддержал ее, ускорил, он уже тоже пошел. И после получения сертификации, главный пятнадцатый этап, это мы завершим скоростные трассы, это мы завершим наши грузовые трассы, чтобы мы могли, так скажем, перевозить самую прибыльную часть грузопотока, то есть, кроме того, что мы спасаем мир и улучшаем его, так, дамы и господа, мы же, как народ, перенимаем на себя совладение одним из самых прибыльных бизнесов в нашем мире, конечно, и самых корруппированных, именно поэтому и были периодически вставлены балки в колеса в развитии данных технологий у Анатолия Эдуардовича, но, так скажем, время идет, все трудятся, стараются, и в итоге получается так, что у нас все выходит наилучшим образом, и мы сейчас уже добрались практически до пятнадцатого этапа, останется последний этап, и все, наша технология еще быстрее пойдет распространяться по разным уголкам нашей планеты, поэтому сейчас три завода нужно будет строить еще и еще на разных континентах, чтобы успевать, так скажем, создавать и реализовывать все адресные проекты, которые будут заказаны по нашим сертификатам. Конечно же, большая прибыль принесет именно грузовые перевозки, но пассажирские перевозки переведут на абсолютно новый уровень жизни человека, потому что с помощью пассажирских перевозок разных типов мы сможем ускорить человека, сделать его мобильней, и буквально за несколько лет мы сделали такой огромный парк, 12 моделей разных транспортных средств железе, большая часть из которых сертифицировано и уже опробовано. То есть с помощью подобной технологии мы сможем удовлетворить все потребности человека, потому что даже для самых маленьких деревень, где сто и меньше людей, или там, где 20 миллионов человек, везде есть определенное направление технологии Анатолия Эдуардовича Единского, и с помощью этой технологии мы действительно сможем обуздать все то, что необходимо человеку, и он сможет гораздо меньше времени проводить в транспорте, в своем городе, быть гораздо быстрее в своем городе, либо в соседнем городе. Конечно, полная линейка моделей, она очень радует, интересует, везде есть собственные особенности, Анатолий Анатолий Эдуардович очень плотно подходил к разработке данной технологии, то есть они есть монорельсовые, бирельсовые, подвесные, навесные, составные, там, от двух людей хоть до 200, либо более людей, делая хоть целые поезда, и в разных исполнениях, для разного климата, ну и, конечно же, Unilet, U-Flash, который передвигается со скоростью 600 км в час, представляли его в Берлине, на Инотрансе в 2018 году на крупнейшей международной транспортной выставке, 600 км в час между городами, именно в таком транспорте сможем мы перемещаться уже в очень скором времени, и это главная задача 15-го этапа, как прописано было в краудинвестинге плане, это реализация сертификации именно скоростной трассы, транспорт он уже есть, главная задача за трассой, трасса, которая даст полную возможность сертифицировать этот транспорт, то есть даст ему разогнаться до нужной скорости, так скажем, измерить и сертифицировать все нужные элементы, вот, конечно же, транспорт принесет очень много пользы и самим людям, но мы почувствуем с помощью груза-перевоза как изменится наш мир, потому что разные виды грузоперевозок продумал Анатолий Эдуардович и сделал действительно потрясающие способы, как перевозить и штучные грузы, и сыпучие грузы, и жидкие грузы, как разрабатывать месторождения туда, где мы не можем построить железную дорогу либо автодорогу, то есть мы сможем строить подобные виды транспорта, которые будут использованы для разработки месторождений, либо грузоперевозки, униконты, потрясающая технология, которая переймёт на себя уже существующие грузоперевозки, потому что контейнеры, даже морские, любого размера, 20-40 футовые, до, наверное, 45 тонн весом, смогут быть поставлены на данное транспортное средство и перемещаться, потому что сейчас они уже как раз испытывают подобные технологии в Объединённых Арабских Эмиратах в нашем SRTI парке в UST Innovation Center. И эта технология, особенно с учётом цены за перевозку 1 доллар за 100 тонн на километр, это ноу-хау в грузоперевозках, поэтому я уверен, что это принесёт огромную пользу абсолютно всем людям, потому что наши грузы будут доставляться быстрее, гораздо безопаснее, нам не будет необходимости столько платить за эту доставку, поэтому это отличные возможности и отличные перспективы для нас. Ну и, конечно, Unicorn, как я говорил, для месторождений, так скажем, специальная лента, которая может быть очень-очень длинная, но, тем не менее, даст нам огромные возможности. Стоит только поизучать, и вы поймёте, что очень множество потрясающих технологий, на которые стоит обратить внимание, есть у Анатолия Эдуардовича, и одна из них это порт и система, как построить порт на шельфе моря, чтобы не делать огромные, дорогостоящие, тяжёлые работы в, так скажем, там, где суша и вода соприкасаются, сделать глубокую яму, чтобы заходило достаточно большое судно, и при этом укрепить сушу, чтобы там происходили работы, это всё очень дорого, трудоёмко, но с помощью подобного порта на шельфе моря вы сможете, так скажем, любой корабль без изменения ландшафта сможет подъезжать к такому порту, так скажем, снимать свой груз, ставить его на Юниконд, и Юниконд сразу же будет идти в нужном направлении, то есть поскольку наш транспорт автоматический, полуандроид, в него заложена программа, вы ставите, куда ему необходимо идти, и как только груз спущен, ему не нужно отстаиваться в течение там, скольких-то дней в пачках по шесть на огромной территории, занимать место, за которое нужно платить, и так далее, а наш груз сразу же пошёл в нужное направление, туда, куда нам необходимо, поэтому с подобными системами, где нету человеческого фактора, где есть действительно разумное использование тех технологий, которые уже существуют, которые уже могут работать, так скажем, на наше благо, эти технологии, конечно же, необходимо использовать, и линейные города, которые у нас, так скажем, на очереди, это то, чем будет связываться, так скажем, наш транспорт, будет связывать эти города между собой, создавая огромные, огромные линейные города, где мы сможем добираться из любой точки в любую точку, вот, и именно с помощью подобных технологий мы сможем заселить любые уголки нашей планеты, где нам хочется, то есть именно с помощью подобных технологий расселение станет, урбанизация прекратится, и расселение станет более разумным, всем хватит места, всем будет достаточно места и достаточно ресурсов для того, чтобы проживать абсолютно здорово и здорово. Конечно же, озеленение, экологические технологии, это все залог такой прекрасной будущей жизни, но как и технологии в плане строительства, так и агротехнологии Анатолий Эдуардович изучает и знает неподлослышки и его способы выращивания чистой продукции для питания даже в замкнутых системах, как, например, в космосе, об этом стоит узнать побольше, потому что это действительно очень интересно. Поэтому, дамы и господа, развивайтесь, пожалуйста, интересуюсь, ведь вся технология достаточно простая, не нужно много времени, чтобы понять, насколько это просто, насколько это так скажем, понятно, насколько это просчитываемо, то, что делает Анатолий Эдуардович, и он уже доказывает это в железе, в металле, то есть он делает электромобили на разных, так скажем, на разных электротранспортах, на разных трассах, для разных назначений, и все это на втором уровне, чтобы это никак не мешало миру 21 века, то есть человеку, флоре и фауне, нашему всему тому, что живое, и именно его технологии смогут, так скажем, снять максимум проблем, которые у нас сейчас есть, потому что это лишь первое, но как только мы построим и поставим эту технологию на поток, и начнем заниматься следующими, уже когда первую построим, будет понятно многим в этом мире, что и подобный способ, так скажем, мышления, развития проектов, передачи знаний о том, что развивается, это работает, такой способ развития финансирования технологий международных настолько больших, когда люди могут это профинансировать, и люди же останутся совладельцами этого на всю жизнь с передачей по наследству следующим поколениям, то есть это все запустит огромная-огромная возможность, хотя по факту мы лишь просто делаем лучший мир для себя, делаем электромобили, которые будут ходить по воздуху, точнее над головами, чтобы это было безопасно, чтобы они нам не мешали, чтобы они были тихие, чтобы они были очень эффективные, мы с вами действительно создаем интеллектуально новые технологии, и это у нас есть возможность, нам необходимо для этого только изучать, интересоваться, и, конечно же, решать, не быть участником того, что происходит на нашей планете, потому что от каждого сейчас, дамы и господа, зависит то, что будет с нашей планетой в ближайшие десятилетия, так все меняется, и от нас зависит, какая безопасная или небезопасная жизнь у нас будет в самое ближайшее время, как в наших городах, так и между городами, но с технологиями Анатолия Эдуардовича, которые дают изобилие во многих вопросах, когда есть изобилие, тогда у всех всего хватает, когда люди живут не в дефиците, тогда времена становятся более спокойными, более спокойными, более процветающими, Анатолий Эдуардович свои технологии на это изобилие, на это гармонию и ведет, и это видно, потому что он делает, и как это получается, он делает наилучшее из наилучшего, и, дамы и господа, это наша возможность поддержать такого гениального человека, ведь мы можем абсолютно все, вместе, конечно же, вместе, и сейчас вместе, буквально за несколько лет, люди объединились и создали новую транспортную отрасль, вместе, которая по потенциалу не уступает таким отраслям, как авиационная, железнодорожная и автодорожная, так что у каждого человека еще есть возможность узнать об этом проекте, и уже из такого количества аргументов набрать собственных аргументов для того, чтобы пройти мимо данного ученого и данной технологии, либо поддержать и ускорить это огромное развитие. Перед вами технология, которая с помощью людей завершилась практически полностью и уже практически вышла на самофинансирование, когда никакой посторонней помощи не будет необходимо, то есть мы будем развиваться и развиваться уже самостоятельно от адресных проектов. поэтому на данный момент у каждого еще есть возможность узнать об этом побольше. В скором времени мы объединим всю планету с помощью лучшего того, что есть. И не зря нас набралось уже более 500 тысяч человек людей, которые хотят сделать этот мир лучше и делают это успешно. Вы это видите. Сегодня доказательства были перед вами. С вами был Артем Курбанов. Я очень рад передать вам часть знаний, которые я собрал за последние годы. Пожалуйста, поделитесь с вашими близкими и любимыми, с друзьями тем, что подобные ученые есть. Хотя бы просто пустя изучат этого ученого. и тогда они поймут, что это действительно Леонардо да Винчи нашего времени, который знает и предлагает конкретные решения, как нам улучшить жизнь на нашей планете. С вами была компания Sky World Community. Одна из немногих компаний, которая сейчас дает возможность заниматься действительно созидательной деятельностью и делать лучшее, лучшее эту планету, лучшее для людей, лучшее для флоры и фауны. создавать инновационные экологические технологии, помогать им развиваться и получать за свое участие, за свой вклад, за свою энергию, за свое слово и дело ограничение, точнее, вознаграждение без ограничений, потому что таким образом сейчас работает наш мир в 21 веке. Sky World Community, дамы и господа, спасибо большое за ваше внимание. Ведь все, куда направлено ваше внимание, то и растет. Будьте здоровы, улыбок вам, компания Sky World Community. До новых встреч, дамы и господа. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok